Здравствуйте. Три детка лет. Потому что он не совсем правильно. Правильно, что там? Но. Я стараюсь. Но. Есть и серьезная проблема в образовании. Образовании в школе. Это массовая программа. Существить в которой учителя не достаточно сложно. Каким образом мы предлагаем это существовать? У нас есть факультативный курс. А если бы этот факультативный курс был чем-то дополним? Каким-то электронным пособием. Либо каким-то самодельным приложением для учащихся. Да? Которые. Для учителя. Которые могли отворить какие-то азы для финансовых банков. Наверное, это бы помогло больше. Второе. Разработка сетевого проекта, в котором могли участвовать не только деятели, но и родители. Потому что, вы знаете, основной проблемой финансовых банков являются дети, старшее поколение и люди с ограниченными способностями. Потому что это достаточно сложно. И ВЭС-КВЭС, либо КВЭС на открытой площадке. Если можно, то было бы выполнение чуть-чуть доходами. Я не могу поднимать, какие проблемы. Понимаете? Он еще не знает. Кто нужен? Кто нужен в команду? Хорошо. Это одна. Ага. Хорошо. Так как три идеи дают времени? Ничего страшного. Спасибо. Следующая идея заключается в том, что наши дети погружаются во их семью. И это замечательно. Но в данном моменте это слишком. Это волнует родителей. Поэтому нам нужно сказать, это среда, в которой будет взаимодействие родителей и детей. Возможно, детали не хотят. То есть, что имею в виду? Мы детей учим в скретчу, а не в этой программе. Мы учим в скретчу, а не в этой программе. Мы можем вести в каким-то программам, где будут ручная работа, и IT, которые соединены с этой ручной работой. Ну, например, делается бумажная модель, которая разграбывается в компьютере и добавляется, там, разгрена. Ну, в общем, такие проекты должны быть площадками, которые в проекте разработаны. Нужно придумать, где она живет, чтобы ее развивать, где мы возникли эти инструкции. Ну, в общем, вот такой maker space. Спасибо, Светлана. И ваша третья идея? Да, всем привет. Наша третья идея – это уже банальный вопрос про ориентацию. Понятно, что не только здесь, но даже и родители, и дети не совсем представляют вообще, какие есть новости. Когда должны классно руководить, в учителя, или даже если мы кого-то пригласим в класс, нам скажут – здраça все дети, я повар, моя профессия травляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляляля, вот такая вещь – она, конечно же, приниматься будет не очень. Значит, в чем идея? Мы хотим каждый сделать вот эту про ориентацию, чтобы был некий ресурс, где про каждую профессию можно было взять вот такой маленький видеорепортаж типа «Ос 1 архитета». То есть вот я иду, вот я, архитектор, я подскажу, вот вы все глины, я вот так вот ее люблю, я вот так вот, ну, то есть да, вот, почувствую себя, да, дальше, ну, ну, и архитектор, про кого мы снимем, то есть Иван Иванович Иванов, допустим, он будет готов потом всегда ответить на вопросы детей, вопросы родителей, допустим, какую глину я беру, да, и вот это все мы хотим через сессию, через Facebook, Facebook, ВКонтакте, ну и так далее, все это, как бы осуществляется, потому что, как бы, на сегодняшний день, так скажем, авторитет сот детей, он все-таки, как бы хотим мы, или нет, он выше, чем авторитет учителя, а мы хотим такого, за тем, что... Спасибо, я не призываю вас, не забывай, следующий номер, спасибо.